Дизайнерами нескольких коллекций популярных экосумок стали двое парней. В Днепре у них ментальное расстройство – аутизм. Шить сумки и украшать их рисунками им предложили в процессе программы реабилитации, но изделия получились настолько удачными, что их стали активно покупать. И не только в Украине. В мастерской парней побывали днепровские корреспонденты UATV. В импровизированной домашней мастерской 22-летний Святослав шьет сумку. Парень-аутист. Эта работа для него – реабилитация. Работает Святослав под руководством Златы Милюковой. Она – волонтер реабилитационного центра. Говорит, за машинку Святослава посадила для эксперимента. Дала ему несколько кусков ткани, предложила пошить сумку. Парню понравилось. К творческому процессу подключили и 16-летнего Константина. Он тканевую заготовку делает уникальной. Рисует на ней то, что хочет в данный момент. Изображение никогда не повторяет. И именно это творчество, мне кажется, ему нравится тоже особенно. Если сначала он… Ну, приходилось его давай, Костя рисуй, ну, приглашать, просить. Сейчас он сам просит и спрашивает, когда мы будем рисовать. У него идеи определенные, он сам придумывает. Так, в мастерской появилась первая эко-сумка. Она из хлопка. Для узоров парни используют специальные краски и фломастеры для ткани. А их наставники ищут новые подходы и техники, чтобы изделия были привлекательными. Они чувствуют себя нужными. Это так назову. Они видят, что они делают вещь, которая людям нравится. И это социализация. То есть они выходят в социум, в мир. Потому что у этих детей, особенно после 18 лет, у них… Ну, они дома остаются. За несколько месяцев Святослав и Костя сделали более сотни сумок. Когда о своей мастерской основатели рассказали в соцсетях, желающих приобрести эксклюзивную сумку, стало настолько много, что парни уже выпустили несколько коллекций. Все собранные от продажи эко-сумок средства основатели мастерской планируют вложить в развитие. На покупку тканей и красок. Мечтают найти помещение для большого центра, чтобы новые навыки могли получать как можно больше людей с аутизмом.